Возле села Дивеево прошел ежегодный 9-й международный военно-спортивный фестиваль «Православный воин-2022». В рамках фестиваля состоялось 8 видов соревнований в разных возрастных категориях. 55 лет назад царовская команда «Черноморец» стала бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». На стадионе «Икар» прошла очередная игра в рамках первенства Приволжского федерального округа по футболу. Футболисты команды «Икар-2006» приняли на своем поле «Метеор» из Павлова. В День физкультурника поздравляют всех тренеров, профессиональных спортсменов и просто любителей здорового образа жизни. Наша съемочная группа узнала, занимаются ли спортом саровчане. Спортивное соревнование «Тактическое троеборье» состоит из трех видов упражнений – ближний бой, трудная мишень и бункер. Во второй день фестиваля «Православный воин» ребята проходили эти спортивные испытания в формате военно-тактической игры «Лазертак» и стрельбы из пневматического пистолета. На площадке фестиваля Дивеевского района Нижегородской области собрались разновозрастные участники из военно-патриотических клубов страны. Среди толпы мальчишек можно было заметить и представительниц прекрасного пола, которые с решительностью и азартом выполняли все боевые упражнения. Я посмотрела на моих друзей, как они занимаются, и мне это стало интересно. Я решила попробовать, и когда я попробовала, меня это довольно сильно заинтересовало, и я продолжила заниматься. Мы здесь делаем много чего. Мы соревнуемся, играем, то есть интересно проводим время. Мы можем драться, мы бьем по груши, изучаем всякие упражнения, всегда работаем в парах, бьем, готовимся к соревнованиям. История фестиваля началась в 2013 году. Первые соревнования проходили под названием «Форпост». Через год мероприятие стало называться «Православный воин». В этот раз фестиваль проходит в девятый раз. Статус международного он получил за счет обширной географии участников. Это ближние и дальние зарубежья, различные регионы России. Фестиваль организует Нижегородская епархия, Нижегородская метрополия при поддержке войск Росгвардии, Туреворского федерального округа, администрации Дивейского района и автономной некоммерческой организации культурно-спортивный центр «Казачий остров», город Сару. Цель фестиваля – собрать на одной площадке военно-патриотические клубы, кадетские корпуса, классы, объединения. Фестиваль собирает в одном месте военно-патриотические клубы страны для обмена опытом, участия в мастер-классах. В основную программу фестиваля «Православный воин» входят соревнования разведгрупп, турниры по казачьему кинжальному бою, тактическому троеворью, фланкировке казачьей шашкой. Для всех участников на территории фестиваля устанавливают жилые палатки и казармы. Здесь же располагается столовая. Один из поваров на полевой кухне – ветеран боевых действий. Ездим в Дивеево, умываемся, в столовую ходим, играем. АРБ – это рукопашный бой. А еще? Еще есть кинжальные бои, еще фланкирование шашками. Члены жюри фестиваля фиксировали результат команд на соревнованиях, подводили итоги каждого дня и чествовали победителей на церемонии награждения. Сегодня члены команды «Черноморец» на трибунах болельщиков. Они пришли сюда не посмотреть игру, а вспомнить прошлое. Практически вся их юность связана со спортом. Летом мальчишки гоняли мяч на стадионе «Труд», что был недалеко от дома. Зимой вставали на коньки и брали в руки клюшки. Благо, площадок для активных игр в городе было достаточно. В 1965 году детская команда «Черноморец» впервые стала чемпионом города в турнире «Кожаный мяч». Так начиналась история восхождения дворовой команды на всесоюзный «Олимп». На протяжении пяти лет мы были чемпионами города по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». И в связи с тем, что мы были всегда лидерами, в 1964 году нас горком комсомола направил на первые игры, на первенство Горьковской области на приз клуб «Кожаный мяч». Ровно 55 лет назад, в июле 1967 года, город Горький принял лучшие детские команды области. Были среди них и черноморцы. Команда оказалась сильнейшей на турнире и завоевала право защищать честь Горьковской области на третьих всесоюзных соревнованиях по футболу на приз клуба «Кожаный мяч». По результатам соревнований черноморец стал бронзовым призером СССР и чемпионом РСФСР. Основное время 1-1. Пенальти. 4-4. У нас удар в запасе. Пробивает Женя Семиков. К сожалению, даже мимо ворот. То есть забей, и мы в финале с Грузией играть за первое место. Повтор. 1-3 мы проиграли. Повторный пенальти. Ну, плакали все. Все плакали. Потом третье место. За третье место киргизию мы 2-0, конечно, обыграли на хорошем стиле. Бронзия наша. Ура, ура, ура. Годы прошли, и события этих давних лет стали воспоминанием. Воспоминанием о веселых мальчишках, увлеченных азартом игры, строгом тренере, который не давал им спуска, родных и близких, которые поддерживали юных спортсменов и помогали двигаться вперед на спортивном бобрище. Все эти воспоминания черноморцы собрали в одной книге, посвященные 55-летию со дня успешного выступления команды на всесоюзных соревнованиях. Был такой тренер Виктор Николаевич Кауркин, который очень высоко поднял спорт, футбол и хоккей в частности, в городе. Он был отличник Смоленского института физкультуры. Он готовил нашу черноморец команду как раз на всесоюзные соревнования. Вот на этом футбольном поле, в жару, в самое пекло, чтобы выносливость была, сила. Презентуют свою книгу черноморцы на дне физкультурника, который пройдет на Икаре 13 августа. Вся игра на домашнем поле прошла под контролем саровской команды. В самом начале Икар 2006 забил первый гол в ворота соперника и уже не отдавал инициативу «Метеру» из Павлова. Несколько раз наши футболисты забивали пенальти, играли в основном на территории противника. Не обошлось без напряженных и опасных моментов. Хоть на трибунах в рабочий полдень было и малолюдно, но болельщики изо всех сил поддерживали саровских спортсменов. Счет первого тайма 5-0 придал Икару 2006 уверенности. Мы подрасслабились, решили поддержать игру, попробовать что-то новое, новые схемы, наработки. И как это получилось? Ну, что-то получилось, что-то нет. Будем отрабатывать на тренировках. А что скажешь про соперника? Ну, соперник неплохой достаточно, но не везет им немного. Буквально за день до игры на домашнем поле с «Метеором» из Павлова наши игроки были на выездном туре в Чебоксарах. Победа на очередной игре первенства Приволжского федерального округа не была легкой. Счет 1-0 достался Икару 2006 только в результате упорной борьбы. Сейчас каждая победа не может быть легкой, потому что в этом возрасте уже проходных игр не бывает. Конечно, есть в каждой таблице есть аутсайдеры, которые занимают нижнюю половину турнирной таблицы, но даже при этом все равно проходных игр-то нет. Забивать нужно нам, идти к чужим воротам и бороться соперникам. Игра футбольных команд Икар «Метеор» закончилась со счетом 6-1 в пользу Сарова. Следующее выездное соревнование саровских футболистов состоится в Нижнем Новгороде. Соперником Икара 2006 выступит команда «Радий». Такая парадоксальная ситуация, что каждый выигранный матч, он дает важность следующего матча, потому что уже чем выше ты понимаешь в турнире таблицы, тем меньше ты имеешь право на ошибку, чтобы осечься. И каждый выигранный матч, он тебя все ближе и ближе двигает к медалям, и каждый последующий матч становится еще важнее, чем предыдущий. Бодрость духа, грация и пластика. Праздник Дня физкультурника получил свое широкое распространение в 30-е годы 20-го века, когда у всех на слуху был лозунг «В здоровом теле – здоровый дух». Сейчас праздник спорта стал ежегодным и отмечается в России во вторую субботу августа. А любят ли заниматься спортом саровчане? И какому виду физической активности отдают предпочтение? Я только зарядку делаю сейчас, а спортом… Большим спортом я никогда не занимался, так гражданским участвовал в этих соревнованиях. Но всегда с удовольствием. Я думаю, что только польза от него. ГТО, там, ну, на китча. А почему нравится заниматься спортом? Ну, тело подвижное, все становится мышц хорошо, и это по настроению. Время от времени, когда есть настроение, желание и возможности. Ну, какие виды физических упражнений предпочитаете? Мне нравятся именно конкретные виды спорта. Я занималась немного скалолазанием и время от времени возвращаюсь к этому. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова